Привет, девчонки! Сегодня на канале Heavy Metal Gym очередная тренировка специально для вас. Мне сегодня помогут провести ее Альбина, Татьяна и Юля. Тренировка круговая, но мы будем с вами отдыхать между подходами минимум 30 секунд и максимум 1,5-2 минуты. Мы не занимаемся кроссфитом в его классическом виде. Он вреден, я уже говорил об этом не раз. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы паузы между упражнениями были у вас минимум 30 секунд, если хотите уберечь свое сердце. Сегодня мы будем делать 4 упражнения. Становую тягу в специальной раме, подтягивания и сгибание ног лежа на лавке с гантелью, тяга штанги в наклоне обратным хватом. Начинаем мы, как всегда, с гиперэкстензии. Гиперэкстензия отличное упражнение, необходимое для ваших бицепсов бедер и ягодиц. А сегодняшняя тренировка целиком и полностью направлена на проработку бицепсов бедер и ягодичных мышц. Также гиперэкстензии помогают снимать нагрузку с межпозвоночных дисков, что очень важно. Не забывайте, что существует много вариантов гиперэкстензии и все их нужно делать. Сегодняшняя тренировка будет специальная, поэтому мы будем делать специальный вид гиперэкстензии. Сначала мы делаем 10 скручиваний, когда бицепсы бедер и ягодичные мышцы работают статически, а потом 10 наклонов обычных гиперэкстензий. Обратите внимание, 10 скручиваний. Представляете, что у вас мячик внизу живота. Это упражнение действительно растягивает межпозвоночные диски поясничного отдела, что очень и очень важно. Потому что, когда мы сидим, стоим, ходим, у нас происходит компрессия именно дисков. Декомпрессия достигается таким упражнением. И упражнением, которое я вам специально показывал в видео, в котором рассказывал, как я боролся с протрузиями и грыжами со своими лично. Из своего личного опыта. Некоторые упражнения из йоги мне очень сильно помогали. Первое упражнение – становая тяга со специальной рамой. Почему мы выбрали именно раму, а не штангу? Обратите внимание, что с рамой легче держать спинку ровной, легче выполнять правильно технические упражнения. Почему? Потому что ось нагрузки не мешает гриф штанги, когда вы выполняете это упражнение со штангой. А держите руки по бокам. Естественно, легче держать естественный прогиб в позвоночнике, легче держать лопатки вместе. Это безопасней и целиком и полностью бьет по ягодичным мышцам и бицепсам бедра. Отличнейшее упражнение. Советую всем делать его. Если у вас есть такая рама в зале. Сейчас во многих залах такие рамы есть. Очень-очень полезное упражнение. Обращайте внимание, как всегда, на грамотность, правильность техники. Класть и поднимать штангу нужно всегда с идеальной техникой. Подтягивания. Большинство девушек не могут отжиматься от брусьев и подтягиваться. Поэтому мы делаем такой вот специальный вариант подтягиваний. Как в школе. Большинство из вас помнят. Когда пятки лежат на полу, естественно, чем ниже гриф, тем легче вам будет делать, тем сложнее вам будет делать упражнение. Чем выше гриф, тем легче подтягиваться. Но нужно постепенно переходить на настоящие подтягивания. Потому что ничто так не изменит вашу фигуру сверху, как подтягивания и отжимания от брусьев. Именно эти два упражнения делают как парням, так и девчонкам шикарную фигуру. Почему-то железо на такое не способно. Возможно, это связано с естественной адаптацией организма именно к таким нагрузкам с собственным телом. Я это уже не раз замечал на своих учениках. Вы знаете упражнение сгибания ног лежа в тренажере. Но обратите внимание, как его нужно делать с гантелью. Нагрузка будет ложиться в работающие мышцы бицепса бедра совершенно по-иному. Также следите за техникой. Коленки не лежат на лавке, а слегка касаются ее. Не опускайте гантель низко, слишком распрямляя полностью ноги. И не поднимайте высоко, чтобы вектор нагрузки не был под 90 градусом, направлен к полу в коленном суставе. Оставляйте нагрузку в работающих мышцах. Как только вы будете поднимать до угла 90 градусов, нагрузка будет уходить с работающих мышц в сустав. Если вам тяжело подтягиваться даже в таком варианте, используйте обратный хват. Так будет легче. Гантельку всегда вам может подать партнер по тренингу, либо инструктор в зале. Нужно зажимать ее хорошенько между стоп. Поначалу вам будет казаться, что это тяжело и нереально, но на самом деле нет ничего сложного. И вы быстро будете прогрессировать в данном упражнении, что скажется на внешнем виде ваших бицепсов бедер, ваших ножек и естественно на их силе. А вы помните, что бицепсы бедер помимо эстетической важности несут еще в себе и важность сохранения коленного сустава. Ибо бицепсы бедер у девушек в 4 раза, как минимум слабее квадрицепса. Нам необходимо уравновесить эти силы, чтобы не страдал коленный сустав. Четвертое упражнение сегодняшнего комплекса это тяга в наклоне обратным хватом. Опустите гриф до уровня коленей и по ногам поднимайте его к низу живота. Не делайте ошибку, которую делают ноги, поднимая его вверх. Именно по низу. По ногам к низу живота. Лопатки старайтесь сжать как можно до хруста. Как можно сильнее. Представьте, что вы хотите обнять себя локтями сзади. Естественно, держите спинку прямой. Смотрите перед собой. Отличнейшее упражнение для спины и для бицепсов. Лучше, кстати, чем подъем на бицепс. Для многих. Когда вы закончите выполнять упражнение с гантелькой, просто бросьте ее на пол. Опустите ноги пониже и бросьте ее на пол. Но подавать вам обязательно гантельку кто-то должен. Постоятельно у вас это сделать не получится. Не забывайте о правильной технике. Смотрите, чтобы в зале было мало народу. Мы специально выбрали день, воскресенье, когда вечер народу в голджиме практически нет. Зал круглосуточный. Очень удобно подбирать время для тренировок. Естественно, если вы ходите тренироваться в часы пик, у вас не получится провести подобную тренировку. Просто по причине того, что зал загружен, перегружен, и не всегда есть просто свободные станции. А еще найти четыре позиции в одном месте и соединить их будет практически нереально. Поэтому подбирайте время для подобных тренировок. Не забывайте, что нужно отдыхать между подходами минимум 30 секунд, максимум 1,5-2 минуты. Не забывайте пить воду до тренировки, после тренировки, во время тренировки. Это очень и очень важно. Мы все с вами состоим из воды на огромное количество процентов. И если не пить во время тренировки, до и после, то будет сильное обезвоживание. А процессы жиросжигания и массонабора не будут протекать без необходимого количества жидкости в организме. Запомните об этом. Вы не будете худеть. И когда вам советуют пить мочегонные, ну это полная чушь. Или когда вам советуют отказываться от воды. Человек либо полностью безграмотен, либо хочет навредить вам. Я об этом постоянно говорю. Не забывайте об этом. Пейте воду. Для тренирующегося человека, ведущего активный образ жизни, минимум 2 литра чистой воды в сутки. Не входит туда ни супы, ни борщи, ни кофе, ни соки, ни чай. С соками будьте очень осторожны. В соках огромное количество сахара. Практически столько же, сколько и в Кока-Коле. Поэтому лучше отказаться от этих продуктов, не покупать их в магазине. Когда выполняете упражнение, всегда следите за своим дыханием. Выдыхать нужно на тяжелой фазе. Вдыхать на фазе легкой. Обычно, когда вы отжимаете вес от себя, это тяжелая фаза, вы делаете выдох. Когда опускаете вес, фаза полегче, можно сделать вдох. Следите за техникой. Не буду уставать вам это повторять. В данном упражнении не забывайте о положении коленей. Почему я всегда советую делать такую тренировку? И почему предпочтительно делать силовую тренировку, а не кардио-тренировку? Многие совершают ошибки, делая кардио-тренировки по часу. Это эффективно только первый месяц. Со второго месяца начинаются уже совершенно другие процессы, которые будут вам только мешать. Метаболизм от классического кардио увеличивается. Но, обратите на это особое внимание, только в момент выполнения этого кардио. Как только вы слезете с тренажера, ваш метаболизм вернется в обычное состояние. Но вы сжигаете при классическом кардио очень много мышечной массы. А вы помните, что красота фигуры – это мышцы, а не жир и кости. Чем больше на вашем теле мышц, тем вы красивее, тем вы женственнее. И что самое интересное, тем меньше жира накапливает организм. Мало того накапливает, тем больше жира он пережигает. Все вы помните такое выражение, что мышцы – второе сердце. Его придумали не просто так. Мышцы требуют много крови. И когда вы имеете хорошую мышечную массу, плотную, ваши мышцы сами качают к себе кровь. Легче работать с сердцу. И что самое главное, заметьте, где откладывается жир на теле. Что мужчин, что женщин. В тех местах, где кровоток замедлен. И когда вас приглашают на какой-то антицеллюлитный массаж, это просто-напросто определенными движениями вызывают приток крови к этим местам. При правильном питании, естественно, будет происходить потеря жира. Если вы потом начнете опять питаться, вы будете набирать вес. Поэтому, ребята и девчонки, если вы хотите иметь прекрасную фигуру, если вы хотите избавиться от жировых запасов, накоплений, сосредотачивайтесь в первую очередь на питании. На правильном, сбалансированном питании. Правильное питание не всегда разнообразное. Обратите на это тоже особое внимание. Потом, силовой тренинг. Силовой тренинг вызывает выброс гормонов в кровь. Полезных гормонов, анаболических, которые строят ваши мышцы и пережигают жир. Классическое кардио на такое не способно. Классическое кардио вызывает страшнейший жор. Я сам, когда готовился к соревнованиям, испытывал проблемы с тем, что постоянно к вечеру хотел есть, хотел жрать. Невыносимо приходилось с этим бороться. Интервальное кардио требует меньше времени. Достаточно его делать 20 минут, для того, чтобы был эффект. И помимо всего прочего, интервалы не пережигают мышцы. А классическое кардио пережигает ваши мышцы. И вы как бы с одной стороны худеете, но не становитесь красивей. Худая корова еще не газель. Вам нужны мышцы. Классическое кардио нужно делать, но только как разминку и заминку к силовому тренингу. А вот в свободные от силовых тренировок дни приходите в зал, либо делайте дома интервальное кардио. Как это делать, вы можете прочитать в моих статьях, в видеоуроках, здесь на YouTube, либо на моем сайте, либо в группах в соцсетях. Я об этом подробно рассказывал. Также, кто хочет уменьшить талию, запомните, нет упражнений на уменьшение талии. Только вакуум из йоги. Многие говорят, да это бодифлекс. Бодифлекс это полностью скопированная, сворованная с йоги идея. Дыхание. Йога это дыхание, в первую очередь. Поэтому вакуум на пустой желудок, это самое главное условие. Выполняйте, и уже через две недели вы почувствуете и увидите результат. Если вам кто-то говорит, что нужны делать какие-то наклоны с гантелей в сторону, либо еще, не дай бог, в станке для гиперэкстензии. Во-первых, это опасно для позвоночника. А во-вторых, это увеличивает вашу талию. Не важно, сколько повторений, с каким весом вы будете делать. Вы будете укреплять косые мышцы живота. Это визуально будет только увеличивать вашу талию. Запоминайте. 2 литра воды в сутки, чистой. Правильное, грамотное питание. Классическое кардио, только как разминка и заминка к силовому тренингу. Для жиросжигания и сохранения хорошей, красивой фигуры за счет мышц только интервальное кардио. Желательно не бегать. Бег убивает колени, особенно у тех людей, у кого избыточный вес. Поэтому я никому не рекомендую своих учеников бегать. Можно найти много способов и возможностей заменить бег. Тот же эллипсоид. Но эллипсоиды тоже нужно уметь выбирать. Не знаю, какие находятся в вашем зале. Кому интересно, кто знает английский, зайдите на сайт Сайбекса. Это американский производитель оборудования. И почитайте интересные исследования американских ученых о том, что эллипсоиды тоже негативно влияют на коленный сустав. Вы знаете, что Америка самая бегающая страна. И это действительно так. В любое время дня, когда бы я не выходил, постоянно вижу много бегающих людей. Причем бегают вдоль дорог, дышат вот этими выхлопными газами, по асфальту. Это страшно убивает колени. И как вы думаете, какая операция в Америке на первом месте? Не сложно догадаться. Действительно, на коленном суставе. Но американцы продолжают бегать, продолжают любить беговые дорожки. Если вы используете беговую дорожку, то просто быстро ходите по ней. На самом деле, бег не есть прикладной и функциональный для нас с вами. А вот быстрая ходьба очень полезна. Помимо того, что вы можете использовать ее как кардио перед сном, вы лучше уснете от этого. Она, ходьба, способствует мощнейшему притоку крови к позвонкам. А вы знаете, что неправильное питание вредит не только нашим мышцам, это вредит и связкам, сухожилиям. И кто не знал, межпозвоночные грыжи больше всего появляются не тех, кто делает становые тяги и приседания, а тех, кто сидит в офисах и ест, что попало. Посмотрите статистику. Уже до 25 лет молодые люди, которые даже не видели тренажер, не то, что штангу, имеют межпозвоночные грыжи. Задумайтесь об этом. Ходьба функциональна, полезна, с какой стороны не посмотри. Гуляйте со своим любимым человеком перед сном и вы будете легче засыпать, а также будете питать ваши межпозвоночные диски кровью, а с кровью к позвоночнику будут подходить все необходимые ему питательные микро и макроэлементы. Я не устаю заострять внимание на питании. Почему? Потому что многие не понимают, что как бы они не тренировались, если у вас плохое питание, если вы питаетесь один раз в день, не ждите результатов. Многие спрашивали меня, приходили, говорили, что готовы умирать в тренажерном зале, бегать по два часа, но только не менять привычки в питании. Ребята, даже не пишите и не задавайте подобных вопросов. Я не хочу общаться с людьми глупыми, которые просто-напросто не понимают простых истин. Ведь можно с помощью питания даже без упражнений избавиться от лишнего веса. Для чего нужны упражнения? Упражнения нужны для того, чтобы мышцы были в тонусе. Уже давно доказано медиками ни в одной стране, что единственное, что не стареет в организме человека, это мышцы. Да, они усыхают, если не давать им нагрузку, если неправильно питаться, мало пить воды. Но я видел немало женщин, которые со спины выглядят на 20 лет, но им уже под 50 и за 50. Единственное, лицо выдает, потому что лицо действительно невозможно как-то подкорректировать, даже если вы пользуетесь ботексом, это все равно нелепо смотрится. Но зато тело у этих женщин, которым под 50, лучше, чем у многих 20-летних девочек. Я всю жизнь в спорте, всю жизнь в тренажерных залах, тренировал очень много девчонок, которым нет еще и 20 лет, симпатичные мордашки, худенькие, но приходят, раздеваются, и это страшно. Худенькая, дряблая, выглядит неаппетитно, скажем так. Нету мышц, нет наполненности. И не пугайтесь, когда я говорю мышцы, многие представляют себе мужчину-культуриста. Девчонки, пацаны тратят в зале кучу времени и не могут быть похожими на мужиков. Почему? Если вы видите в зале большую женщину, это не значит, что она перекачалась, там много приседала, поднимала большие веса. Нет, конечно, это тоже это значит. Но это значит в первую очередь, что она использует анаболические андрогенные стероиды. Мужские гормоны по-другому. Без этих гормонов невозможно стать большой женщине. Без анаболических гормонов при правильном питании, как бы тяжело вы не тренировались, какие веса бы вы не использовали, ваше тело будет становиться только сексуальней, подтянутей и здоровее. Невозможно перекачаться. Не забывайте о необходимости тренировки всех мышечных групп. Но у многих девушек есть проблема большие голени и спрашивают меня, какие делать упражнения, чтобы они стали меньше. В этом то и весь вопрос. Не нужно делать на голень никакие упражнения, если они у вас большие. Старайтесь больше внимания уделять ногам, ягодичным мышцам и широчайшим и плечам. Почему? Во-первых, это будет визуально улучшать общую фигуру, талию делать меньше и не так будут бросаться в глаза ваши большие голени. Кстати, голени накачать на самом деле очень сложно перекачать и только если генетически вам не достались от родителей гены, которые отвечают за то, что ваши мышцы голени такие большие крепкие, вы их не перекачаете. Особенно девчонки, не бойтесь. Обратите внимание, кто мне не верит на культуристов мужчин. Многие культуристы используют импланты силиконовые в голень. Почему? Да потому, что голени это настолько выносливые мышцы, состоящие из медленных мышечных волокон, которые невыносимо, даже невыносимо слово не то, которые выносливые, нереально. Попробуйте утомить голень, ходьбой или чем-то еще. Поэтому многие мужчины испытывают проблемы с набором массы голеностопа, голени, икроножных мышц. И не стоит вам переживать из-за того, что вы перекачаете себе голени. Почему я так много сострил внимание на голених? Потому, что когда вы делаете подобное сгибание в тренажере с гантелей, вы обратите внимание, что у вас устают и болят мышцы голени. Не переживайте, это просто анатомия при данном сгибании работают мышцы связки, скорее всего, которые затрагивают мышцы голени. Но это только потому, что большинство они не тренированы. Это упражнение целиком и полностью бьет в бицепс бедра. Попробуйте его, кто никогда не делал, вы будете сильно удивлены, насколько отличается данное движение от упражнения в тренажере. И многие из вас поймут разницу, что такое свободные веса, что такое тренажер. Часто приходится слышать, я уже устал с этим бороться, что есть разные типы телосложения, и как так можно тренироваться совсем одинаково. Да, ребята, типы телосложения это всего лишь теория. Это миф. И вообще типы телосложения были предложены психологом, насколько я помню. Не физиологом, не анатомом. Если вы думаете, что вы не землянин, у вас предки инопланетяне, тогда возможно да, вам нужна какая-то особая методика тренировок. Но поверьте мне, мы все с вами подчинены одними тем же процессам. И если мы хотим худеть, если мы хотим набирать мышечную массу, нам необходимы гормоны в кровь. А только базовые тяжелые упражнения могут выбросить гормоны в кровь. Такие как приседания и становые тяги, отжимания от брусьев и подтягивания, выбегания на 30-40 секунд с максимальной скоростью, высокие запрыгивания на опору или выпрыгивания из низкого приседа. мы мы забыли сказать о количестве кругов в данной тренировке и повторений в подходе. 5 кругов максимум, 2-3 минимум, по 12-15 повторений в каждом упражнении, в каждом подходе. Не забывайте, минимальный отдых между подходами 30 секунд, максимальный 1,5-2 минуты. Идеальная техника, не забывайте пить воду. А также вы должны чувствовать мышцы, работающие во время непосредственно выполнения движения. И не стоит ориентироваться на послетренировочную боль. Это не есть показатель успешности вашей тренировки. Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта, чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки. Как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку, я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее видео, тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует на их видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки ответить. Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока!